МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таким образом, паника от лихорадки Эбола связана с ситуацией, которая сейчас происходит на территории Новороссии. Какое отношение украинское правительство имеет к столь страшному заболеванию? А помните панику по поводу распространения свиного гриппа, которую курировала одиозная Юлия Владимировна Тимошенко? Такая страшная эпидемия, о которой сейчас даже и не могут вспомнить. Многие не знают и не должны знать такое понятие, как спин-доктор. Для непосвященных зрителей объясним. Спин-доктор – это человек, попросту говоря, журналист, занятием которого является изменение акцентов информации для достижения выгодных ему результатов. В ход идет все – переиначивание, сокрытие, смещение акцентов в информационном потоке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте рассмотрим эту тему более детально. Африка, как бы цинично это ни звучало, является стабильным поставщиком эпидемических заболеваний. В истории известны печальные последствия опасного экспорта Черного континента. Как, например, в VI веке, когда эпидемия чумы принесла колоссальные потери Римской империи. В XIV веке та же чума повторила подобный трюк на территории Западной Европы. А вот лихорадка Эбола, родиной которой является опять-таки Африка, во всемирной истории почему-то не упоминается. Благодаря колумбовому обмену, понятию, которое объясняет история того, как те или иные цивилизационные достижения человечества влияли на окружающую среду, нам, к примеру, известно, что дельта Амазонки до прихода европейцев была великолепным местом. И именно европейцы превратили живописную местность в малярийный ад. Желтая лихорадка и прочие малоприятные для человеческого организма угрозы там оказались, а лихорадка Эбола не смогла обосноваться на этой территории. Сейчас, когда информация о лихорадке Эбола муссируется в средствах массовой информации последние несколько месяцев, статистика говорит о приблизительных трех тысячах человек. Тот же обыденный гриф, к слову говоря, в год уносит около 250-300 тысяч человеческих жизней. Ужасные судороги и агония, впоследствии заражения Эболы. По крайней мере, люди, снимавшие это видео, хотят, чтобы вы так думали. Ведь после команды снято, пациент чудом выздоравливает и получает денежный бонус за свои страдания. Кабельные новостные телеканалы обычно выбирают одну историю, и как можно дольше ее муссолят, заполняя ей всю сетку вещания. ИГИЛ и Эбола находятся сегодня в центре внимания. Так почему бы их не объединить? Как бы нелепо и несуразно это не выглядело. Реальность такова, что мы всегда чего-то боимся, и то, что нас беспокоит больше всего, зачастую маловероятно. В социальной сети вывели проблему на принципиально новый уровень безумия. Изображения с Эбола-зомби распространяются с невероятной скоростью. На самом деле, это кадр из фильма про зомби «Война миров Z». Что касается безумия, то Нью-Йорк-Пост назвал защитный костюм от Эболы самым модным нарядом на Хэллоуин этого года. Оно и понятно. Врачи, пациенты, зараженные Эболой, Эбола-зомби. Защитный костюм, который издание нарекло модным, кстати говоря, можно приобрести. Вторым фактором образования искусственной паники вокруг так называемой эпидемии является утверждение Всемирной организации здравоохранения о том, что смертность вируса составляет 90%. Это, мягко говоря, искажает картину действительности. Подобного показателя Эбола достигла единожды, в 2003 году, когда из 143 человек погибли 128. Сегодня этот показатель варьируется от 20 до 50%, и показатель этот зависит от множества других факторов, нежели просто от самого факта заболевания, что просто необходимо учитывать. Задавались ли вы вопросом, а как распространяется этот пресловутый страшный вирус, угрожающий всему человечеству? Эбола не распространяется воздушно-капельным путем. Заражение происходит через контакт с выделениями и кровью больного вирусом. Медики в таком случае говорят, что свободное распространение вируса возможно в условиях абсолютной антисанитарии, что для современного медицинского мира неприемлемо. А для современной Африки, к сожалению, является частью быта из-за всепоглощающей нищеты большинства населения. А главной причиной летального исхода при заражении является обезвоживание, как при банальной дизентерии, которая также способна привести к смерти пациента. Часто ли вы слышите заявление о высокой смертности от, попросту говоря, поноса? Конечно, нет. Если больной обеспечен достаточным количеством питья и физраствором, который поможет восполнить калий, натрий и магний в пораженном организме, то вы поймете, что страшное заболевание при должном подходе без проблем налечится. Отсюда и страшилки про растворившиеся сосуды, лопающиеся печени у пациентов. Это, объективно говоря, результат не лихорадки Эбола, а следствие дизентерии, вызванной вирусом. Из организма просто-напросто вымываются минеральные вещества, необходимые для нормальной работы. А слышали ли зрители об экспериментальном препарате Зимэп? Не думаю. Это проходящая проверку лекарства от вируса. Конечно, распространение информации о существовании подобного препарата невыгодно тем, кому выгодна всеобъемлющая паника. А между тем, американский доктор, заразившийся лихорадкой Эбола, отказался от препарата, чтобы его смогла получить другая пациентка. Его коллега, медсестра Нэйси Райтбол. Они оба успешно излечились от заболевания, не прикладывая к этому никаких сверхусилий. Просто пострадавшим был оказан должный уход. А курирующие их врачи не смогли подтвердить стопроцентное влияние препарата на выздоровление пациентов по одной простой причине. Неизвестно, медикамент или же просто поддерживающая терапия привела к положительным результатам. О препарате ТКМ Эбола, думаю, тоже мало кто слышал. Ситуация с ним аналогичная. О чем это говорит? О том, что западные силы, приводящие в жизнь очередной сценарий массового помешательства, не обращают внимания на детали. Внимательному же зрителю они говорят о следующем. При малейшей оправданности тотальной смертельности вируса власти ни в коем случае не предприняли бы решение о лечении четырех американцев на территории США, находящихся на момент заражения в Африке. Вакцинация от вируса тоже существует, но на данный момент справедливо недоступна повсеместно. По причине того, что медикам до сих пор не установлено, что критичнее оказывает влияние на организм – вакцинация или же само заболевание. Врачам известно, что вирус Эбола людям в развитых странах не способен серьезно навредить. В отличие от стран с высоким уровнем нищеты и соответствующих условиях, в которых живут многие люди. Ангажированные Западом СМИ проиграли информационную войну по поводу Крыма, малазийского Боинга, по поводу методов ведения карательных операций украинской армии и много еще аспектов прозападной политики, которые не принесли ожидаемого результата для хозяев. Которые в свою очередь сохраняют свое лицо при помощи подобных приемов. Говорят громко и с пристрастием о незначительных вещах, на фоне которых теряются судьбы людей, о которых принято и вовсе не говорить. А если и говорить, то желательно шепотом не расположить. Разоблачение подобных информационных преступлений необходимо, ведь правильно осведомленное, осознанное население, неподъемный для заказчиков информационной подлости груз, от которого в дальнейшем, возможно, им предстоит отказаться. Продолжение следует... Меня зовут Дмитрий Подорожник. Оставайтесь с нами и вам еще не раз предстоит удивиться новой информацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова